Тема сегодняшней лекции является цифроаналоговый преобразователь. Цифроаналоговый преобразователь – это устройство, предназначенное для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал. На данном слайде вы можете видеть классификацию цифроаналоговых сигналов, из которых наибольшую популярность имеют параллельные с суммированием токов. Давайте разберемся, как они работают. Здесь вы можете видеть самую простую схему цифроаналогового преобразователя с суммированием токов. Как она работает? У нас есть набор резисторов, каждый из которых в два раза меньше, чем предыдущий. И, следовательно, ток через него течет в два раза больше, чем у предыдущего. Самый маленький резистор отвечает за самую большую силу тока, а следовательно, за наибольший разряд. Когда у нас ключ соответствующего разряда замкнут, ток протекает, и это соответствует единице. Если ключ разомкнут, то ток не протекает, и это соответствует нулю. Какие же недостатки у данной схемы? Во-первых, наибольший резистор может во много тысяч раз быть больше, чем наименьший резистор. Потому что разрядности ЦАП могут достигать 10-16, а это 10 разрядов это 1024, а 16 разрядов это 65536. То есть R0 для 16-разрядного ЦАП может быть в 65 тысяч раз больше, чем R0 делить на 2N без единиц. В 32 тысячи, потому что N без единиц. Так или иначе, это большая разница. То есть если этот резистор у нас 1 кОм, к примеру, то тогда этот резистор будет 32 мегаома, что в принципе соответствует разрыву. Либо наоборот, этот 32 кОм, а это тогда 1 Ом. То есть это сопротивление просто обычной линии без резистора фактически. То есть одним из недостатков такой схемы является требуемая высокая точность всех резисторов. И самые крайние резисторы имеют номиналы, которые практически неприемлемы. Кроме того, сопротивление вот этого вот резистора самого старшего, который отвечает за самый младший разряд, должно меняться в пределах самого старшего разряда. Для того, чтобы не иметь высокого влияния на конечный результат. Кроме того, у этой схемы еще в качестве недостатка можно отметить то, что она в зависимости от входного кода потребляет разный ток. Что также может существенно повлиять на ее характеристики. От этих недостатков избавлена следующая схема, где ключ переключает уже значение либо на одну шину, либо на другую шину. Таким образом, у нас и потребление тока примерно одинаковое. И, кроме того, у нас здесь уже имеются резисторы с номиналом R и в два раза больших. А само подключение матрицы резисторов у нас представляет собой просто резистивный делитель. На два, на два, еще на два, еще на два и так далее. Таким образом, упрощается подборка сопротивлений, упрощается работа схемы и так далее. Пойдем дальше. При работе ЦАП, при переключении между разрядами, когда выход ЦАП переключается из одного состояния в другое, происходят вот такие вот фуктуации с установлением на нужный уровень. И практически при любом переключении у нас происходит вот такой вот большой выброс. Наибольший выброс получается при переключении из единицы и все остальные нули в ноль и все остальные единицы. Такой выброс может существенно осложнить работу всей остальной схеме, которая стоит после цифронологового преобразователя. Поэтому от него желательно избавляться. Обычно от него избавляются с помощью устройств выборки хранения, которые защелкивают выход перед преобразованием и подключают результат преобразования к выходу по окончании преобразования. В итоге мы можем уменьшить величину выбросов вот с таких вот до вот таких вот небольших, как показано на данном слайде. Давайте обратимся к характеристикам цифронологовых устройств. Первая из характеристик – это разрешающая способность или шаг квантования. Она говорит о том, на какую величину меняется напряжение при изменении входного кода на единицу. То есть фактически это величина вот этого вот порожка. Следующее – это погрешность полной шкалы. То есть это относительная погрешность между реальным и идеальным значением, которое достигает наш ЦАП. То есть фактически вот это. Следующее – это погрешности смещения нуля. Да, то бишь, когда у нас нулевой код, чему равно напряжение на выходе ЦАП. Вот оно вот здесь представлено. Следующее – это нелинейность. Нелинейность – это насколько смещается характеристика, сама вся вот эта вот характеристика ЦАП относительно своего номинального значения. То есть она может быть вот как он был, какая-нибудь вот такая и так далее. То бишь, насколько нелинейно она себя ведет по отношению к идеальной линии. Кроме статических характеристик, есть также еще и динамические параметры ЦАП. Динамические параметры ЦАП показывают, как себя ведет цифроаналоговый преобразователь при переключении из одного состояния в другое. Таких параметров несколько. Во-первых, это время установления сигнала. Временем установления сигнала называется время, которое проходит от установки кода на входе до стабилизации напряжения на выходе в каком-то заданном пороге. Так как у нас начинаются флуктуации, которые уже были рассмотрены, и они в принципе длятся достаточно долго. Но для ЦАП выбирается некий порог. Если напряжение перестает превышать данный порог, то значит напряжение установилось. Следующее. Это скорость нарастания. Собственно, это то, с какой скоростью изменяется напряжение из-за состояния, которое было предыдущее, в состояние, которое стало новое. При настройке ЦАП в микроконтроллерах обычно нужно задать такие параметры, как разрядность этого ЦАП, опорное напряжение, то есть тот диапазон от которого и до которого будет работать цифроаналоговый преобразователь, частоту тактирования данного преобразователя, ну и так далее. На этом все. Спасибо за внимание.